Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами Роман Дусенко и «Бизнес-завтрак» на Радио Медиа Метод. Это холодное, ноябрьское, преддень рожденевское мое, потому что завтра день рождения утро, но завтра я уже буду немного в другом месте, вместе со своей семьей. Сегодня мы работаем, и с огромным удовольствием я представляю свою гостью Оксану Телегину, генерального директора ООО «Складовка». Доброе утро. Вот извините «Складовка». Ой, что такое «Складовка»? «Складовка» – это сеть городских складов для индивидуального хранения вещей. Хороший брендинг, прикольно придумано, потому что «Складовка-кладовка» – это идеальное сочетание, которое нам подарено миром. Слушайте, на самом деле, мне кажется, оно подарено нашим прошлым. Кладовка была у всех. Я когда маленький, все время мне было интересно, что же там родители хранят. Потом это уже как-то место какого-то склада. Мы играли в прятки, не знаю, в каждой квартире была маленькая кладовочка какая-то. И это, наверное, из нашего прошлого. А если сейчас посмотреть в целом возрастной срез, это люди примерно какого возраста пользуются все подряд? А вы знаете, это, наверное, очень широкий спектр. Это и студенты, это и люди от 25 до 30, это и выше. Потому что все зависит от того, для чего тебе нужна кладовка. Тебе нужна кладовка, может быть, сезонные вещи хранить, может быть, ты хочешь расчистить балкон. Труб спрятать нельзя? Можно, но не нужно. Уголовный кодекс мы чтим. Захотели сделать ремонт, отвезли к нам мебель. Спокойно сделали ремонт, никто ничего вам не испортил, вернули обратно. Захотели уехать в другой город, сдать свою квартиру, привезли мебель к нам, сдали свою квартиру, передумали, вернулись обратно. Домашнее животное? Нет, домашнее животное нет. Это другая служба, они занимаются. Знаете, как-то я помню, будучи предпринимателем, в самом первой волне предпринимателей, нас называли раньше челноками, было удивительная вещь. Я почему-то в Ташкенте дубленки с песцом были в магазинах, а вот на Дальнем Востоке, где я жил, где было холодно, их не было. И я устрадил эту несправедливость. И вот полет из Хабаровска в Ташкент занимал долгое время, и когда уже начались какие-то журналы первые, «Коммерсант», «Профиль», не помню, что такое. Я с удивлением читал статью о том, что на Западе люди покупают питьевую воду. Для нас, казалось бы, тогда это было что-то, как это, покупать питьевую воду. Сейчас это стало абсолютно нормально. Литр питьевой воды, между прочим, хорошего качества, стоит дороже литр бензина. Обратили внимание, вот бутылочка «Эвен», она даже дороже стоит, это сколько получается, где-то 70 рублей? 70-80 в зависимости от сети. 0,33, а литр бензина пока стоит 50. Вот можем себе представить, что питьевая вода стала по стоимости как бензин. Это я к тому, начиная разворачивать о том, что наш мир даёт нам какие-то новые абсолютно возможности по созданию бизнеса на, казалось бы, тех вещах или тех предметах, которые раньше никогда не было. Вот, например, как вы, казалось бы, просто предоставление места для хранения вещей. Никто никогда не думал, что за это можно платить. Как вы считаете, вот почему вдруг у нас произошла некая психологическая смена вообще представления покупателя о том, что можно покупать какие-то совсем интересные вещи? Ну, я думаю, что наша услуга, она связана с такой физиологической потребностью человека, да, а накапливать, хранить, хранить это хорошо, да, и хранить это надёжно. Поэтому они все могут себе в квартирах позволить. Согласен с вами, недавно перевозила родителей с одной квартиры, на другой у них было побольше, но за пределами Москвы стало поменьше, но в Москве. И вот мы разбирали мои архивы. Сколько я всё выбросил, даже представить я не можете. А кто-то не готов, для кого-то это память, да, а кто-то, а у кого-то дети, да, вырос один, осталась кроватка, велосипедик, санки, да, ну не выбросишь же ты это, скоро второй будет. Нужно куда-то отнести. Пришёл второй ребёнок в семью, подрос, это всё достали. Оксана, скажите, пожалуйста, как развивалась вообще ваша карьера как менеджера? Моя, наверное, первая крупная компания, это компания Евромед, я руководила там клиникой, это была клиника полного цикла. Вы были исполнительным директором? Нет, я была генеральным директором. Но вы не медик по образованию. Я не врач, у меня два образования, закончила Московский авиационно-технологический университет производственный менеджмент и финансовый Мои, получается, да? Нет, РГТУ Циолковского. У нас там был замечательный факультет производственный менеджмент, и люди, которые управляли заводами авиастроительными, вот они нас обучали о том, а как должно быть выстроено производство. И у меня на кафедре как раз-таки начиналась тема АИСО, и один из руководителей предлагал. Я с ним участвовала на кафедре в первых разработках тогда в стране АИСО 9 тысяч. Это очень интересные были вещи. Отсюда, наверное, возникла моя любовь к качеству и к непрерывным изменениям, то есть то, без чего работа, наверное, в любой моей компании, она невозможна. То есть вы человек процессный, да? Я человек результатный, скажем так, но я понимаю, что хороший результат нельзя получить без хорошего процесса. Супер. Что дальше было? Потом достаточно долго я проработала в этой клинике, потом я руководила сетью салонов красоты «Манная прекрасная клиника». Тоже не будучи человеком из бьюти-бизнеса? Нет, я не была человеком из бьюти-бизнеса. Вы отвечали за локейшн, обороты, продажи? За что? Я отвечала за Ебиду. О, то есть в принципе за всё? Да. То есть продукты, набор услуг – это уже внутренняя кухня была, да? Или подбор персонала, это кто отвечал? Смотрите, если мы говорим о каких-то специфических, скажем так, должностях, например, врач, естественно, собеседование он проходил с главврачом. Но с вами он тоже общался? Он обязательно общался, потому что, как любой человек, особенно с особой спецификой, он складывается из двух составляющих – его профессиональные навыки и его личные качества. Да, если мы можем иметь прекрасного специалиста с точки зрения профессиональных качеств, но нулевыми возможностями межличностных коммуникаций, работы не получится. Оксана, знаете, мне очень интересен вот какой вопрос. Я вам рассказал перед началом нашего эфира, что я занимаюсь управлением по ценностям, и вот в какой-то момент руководителю или собственнику приходится принять решение, либо ты соответствуешь принятым ценностям в компании, отвечаешь своим характерам, отношениям к другим, либо нет. И вот иногда бывает такой коллапс, вот 50 на 50, человек прекрасный профессионал, но никакой сотрудник, вот с точки зрения ни корпоративную культуру не поддерживает, ни ценности компании, для него всё равно, он в 9 пришёл, в 6 ушёл, но супер-профи. Вот вы считаете, такие люди должны быть в компании, или всё-таки лучше иметь людей более настроенных на компанию, чем вот, но он супер-профи? Нельзя отвечать однозначно, скажем так, на этот вопрос. Я всегда задаю вопрос, это приносит вред компании? Если нет, то, наверное, нет, да? Это тоже его личное право на какую-то индивидуальность. Не бывает такого, чтобы он безупречно делал свою работу, но при этом якобы никак не разделял ценности компании. Так не бывает. То есть, если мы говорим, что он безупречно делает свою работу, он политкорректен по отношению к руководству, к окружающим сотрудникам, тогда, значит, он наносит вред. А если сотрудник наносит вред, ну тогда… Понятно. То есть, если он некорректен, то есть, допустим, не воспринимает особо руководителей, плохо относится к коллегам, но идеальный профессионал и клиент от него в восторге, как тогда быть? Я считаю, что тогда есть смысл поменять, потому что… А зачем? У меня всегда тогда вопрос к руководителю. А зачем ты взрастил такого специалиста у себя? Он же не с утра проснулся и стал… Нет, конечно. Он же шёл к этому какой-то долгий путь. Это процесс динамики какой-то, да? И достаточно долго ты разрешал ему быть таким. Это да, точно. Да, поэтому я не знаю, к кому здесь вопрос, к руководителю этого сотрудника или к сотруднику. Что было после Моне? После Моне была компания «Де Санж», салона красоты, после них был «Иксфит», это сеть спортивных клубов. После этого была моя любимая складовка. Как? Как? Как вы туда пришли? Туда я тоже пришла абсолютно случайно. Ну, как случайно? Меня туда пригласило кадровое агентство. Я до сих пор, когда коллегам рассказываю, представляете, три раза отказывалась от своего счастья. Не хотела идти на собеседование. Оказалось, всё так замечательно и прекрасно. Но я тоже ничего не знала о отрасли self-storage, и пришлось начинать практически с нуля. Да, у меня был огромный опыт работы с людьми. Это был стартап или это уже был действующий бизнес? На тот момент это был действующий бизнес. Сколько было складов? Ему было 5 лет. Было 5 складов. А сейчас компания уже? Сейчас у компании 8 складов. А срок её жизни уже какой? 9 лет мы летом планируем. А, то есть вы уже пятый год работаете? Да, в мае будет 5 лет. И пришлось как бы понимать этот бизнес, выстраивать этот бизнес. Скопировать что-то у кого-то было невозможно, потому что в России, собственно говоря… А где ближайшие западные аналоги, европейские? В Европе. Мы, кстати, сейчас открываем тоже филиал Германии. В Германии. Интересно. Да, это наши акционеры приняли решение развиваться ещё в Германии, поэтому у нас сейчас… Мы уже достигли тех, кто… А там культура такая существует? В каждой стране? Нет. Я знаю, в Америке существует, очень популярно. Вот Америка, да, Англия, да, очень популярна. Если мы возьмём Германию, наверное, уровень информированности такой же, как в Москве. В России он ещё меньше. А в России, да. Поэтому вы пока не идёте в регионы. Мы не идём в регионы не только потому, что низкая информированность, но потому что экономические показатели, да, экономическая модель бизнеса будет неинтересна. Ну там проще на даче всё хранить, наверное. Да хранили бы люди. Проблема в том, что расходы на строительство и обслуживание практически такие же, но ставка аренды, она не будет такой, как в Москве. И тогда весь бизнес начинает, ну бизнес ради бизнеса. Конечно, да. Наверное, не очень забавно. Что вас привлекло, когда вы пришли на собеседование в складовку, вот что, стратегия, личность акционера, перспективы развития, что зацепило всё вместе? Всё вместе, да. У компании стояли огромные задачи по развитию. Это было видение стратегии, был стратегический план, да? Да, это был план, это было желание развиваться. Более того, мы уникальная компания, которая внутри одной группы компаний. У нас есть строительное подразделение и у нас есть операционная деятельность. То есть, таких компаний практически нет сейчас в Москве на рынке. Конечно, это всё было очень интересно. А вот мне интересно. Вот сегодня, по прошествии четырёх лет, пятый год в компании, насколько роль собственника, насколько роль основателя или основателей велика? Как часто они с вами общаются, доносят своё видение, стратегию? Потому что вот сейчас мне бы хотелось посмотреть роль вообще собственника в таком дуэте, как бы, да, или в паре с генеральным. Потому что в большинстве случаев, я очень часто езжу по России, собственники являются генеральными. А иногда собственники нанимают генеральными, но де-факто сами продолжают руководить. Как вам здесь вот, насколько ваша конфигурация соответствует вашему представлению о менеджменте? Ну, у меня, наверное, идеальная классическая ситуация. Сама компания, она принадлежит фонду, поэтому здесь нельзя сказать о том, что она принадлежит одному человеку. У нас есть регулярные процедуры, которые продиктованы фондом, где мы встречаемся, обсуждаем, принимаем какие-то решения, мы их реализуем, у нас есть человек, который курирует нас со стороны фонда, да, и, естественно, у компании есть управляющий партнёр, который также осуществляет контроль деятельности компании. То есть, по сути, у вас достаточно серьёзные полномочия и свобода в выборе и принятии решений? По сути, да, то есть мы договариваемся о каких-то вещах, то есть, по сути, мы договариваемся о тех финансовых показателях, которые важно получить акционерам, и операционный менеджмент занимается тем, что он их реализует. Что вы говорите людям? Какая стратегия компании? Людям каким? Своим. Ну, я имею в виду уже коллектив, уже непосредственно про компанию. Скажем так, для людей у нас всегда две стратегии. Первая, да, мы есть, должны и оставаться лучшими на рынке, а второй момент, мы открываемся, и наши новые филиалы должны быть точно такими же, как наши действующие. То есть, человек, который может приехать на наш филиал на Новоорловской, приехать на наш филиал Барышихи, на наш филиал, я не знаю, Австригино, он должен понимать, что это везде складовка, что его одинаково обслужили, он получил одинаково качественную информацию, он получил одинаково качественный сервис. В этом и есть суть сети, неважно. Слушая вас, у меня ухо-то натренировано, я уже понимаю, что первое, что я услышал, это лучшие на рынке, уникальные, единые стандарты сервиса, и, соответственно, клиент – это основа нашего бизнеса. Основа. Да. Это, по сути, то, что читается между строк. Есть ли у вас какие-то формализованные ценности компании? Если честно, я не очень люблю, скажем так, формат, когда на стенах висят какие-то высокофилософские лозунги, я за то, что пусть их будет пять, их знают все, и они своей жизнью, своей работой это подтверждают. Подъезжаем сейчас к вашему складу, выхватываем любого человека, спрашиваем, например, дуло пистолета, и говорим, так, назови хотя бы одну, две, три ценности. Что скажут? Склад должен быть заполнен, клиенты должны быть довольны, а склад должен быть чистый. Супер. А вот если поймаем любого клиента и спросим, а что для него складовка, что скажет клиент? Когда я читаю отзывы, которые размещают наши клиенты, в основном это вы потрясающие, вы замечательные, вы удобные, какие у вас потрясающие администраторы, какие у вас заботливые девочки, что я пришел и решили все мои вопросы. То есть здесь я не получаю каких-то технических характеристик, а именно эмоциональные всплески, именно замечательные, потрясающие, какие вы удобные, как здорово, что вы рядом. Ну да, вот если бы вы были капельку дешевле, наверное, это было бы еще счастливее вот такого рода. Оксана, не смотрели фильм, сериал «Мир дикого запада» или «Мир», где Энтони Хопкинс играет, когда компания создает мир роботов, и они там имитируют людей, люди приезжают, развлекаются там. Не смотрели? А, смотрела, да. Вот, я все время в своих лекциях привожу пример, садят этого робота, я говорю, что говорит, как было, как происходит сейчас. Вернее, как бы мы хотели, когда нанимаем людей, потому что следующий вопрос будет как раз про людей. Садишь его перед человеком, открываешь должность, конфигурацию, загружаешь все, что нужно, и он говорит, о, я работник складовки, мои ценности раз, два, три, я должен, склад должен быть полный, чистый и прекрасный клиент, для меня самое главное. Такого нет, таких чудес не бывает. Каждый человек индивидуальный, и чтобы из него создать такого человека, это я знаю, лично я точно знаю, что это огромный труд всей компании, начиная от генериального директора, окончая любого его коллеги, а в целом всей системы. И занимает этот путь там от одного года до нескольких лет, чтобы люди стали так думать. Как вы этот путь прошли? Ведь мы с вами познакомились на премии, собственно говоря, и мое приглашение было вам как лауреату в области команды, построения командного сервиса. Как это все произошло? С чего началось? Произошло, произошло. Весь этот путь начался на самом деле года три назад. И я очень горжусь, скажем так, теми стабильными финансовыми показателями, которые регулярно дает складовка, несмотря на кризисы и прочие вещи. Но, наверное, я еще больше горжусь нашей командой, которая там работает. Путь начинается очень долгий, начиная от подбора людей, потому что я не верю в то, что если взять человека, который не соответствует компетенциям, а у него нет компетенции к этой работе, ты сможешь его обучить. Научить можно, в принципе, всему, кроме хорошего отношения к клиентам. Проблема в том, что если возьмем администратора у нас на ресепшн, это на самом деле специалист очень широкого профиля. По сути, как менеджер. По сути, это менеджер, который должен… У него есть право принять каких-то решений? У него есть достаточно широкое право принять решения, при этом, понимаете, с точки зрения человеческих компетенций он должен быть прекрасным коммуникатором, у него должна быть предрасположенность к обслуживанию клиентов, он должен прекрасно ладить с документами, он должен прекрасно ладить с цифрами. То есть, с точки зрения набора компетенций, это порядка пяти компетенций, которые очень редко встречаются одновременно у людей. Но еще, наверное, некое развитие, потому что если он администратор, он как бы там руководитель этого направления. То есть, при этом должен быть у человека потенциал к развитию, потому что система меняется, она же не мертвая. Если я возьму нашу технологию продаж 3 года назад, и ту технологию продаж, которая у нас есть сейчас, она эволюционирует, она живет. А что это значит для людей? А как вы, кстати, продаете? Что вы продаете? Мы продаем боксы. А вообще, ну вы же не боксы продаете, а решение какой-то проблемы, да? То есть, как вы заходите в мозг клиенту? Это тоже очень сложно, потому что на самом деле это для клиента сложно. Первое, когда мы избавились, скажем так, от иллюзий, что клиент знает то, что он хочет, наша жизнь стала проще. Ну мы просто убрали эту штуку и все, да? И клиент, когда нам звонит, мы выясняем у него, что он хочет хранить, сколько он это хочет хранить, связи с чем он это хочет хранить, какой срок он хочет хранить, где он хочет хранить, и множество таких вопросов. Через определенную беседу, через определенное задавание вопроса администратор понимает, начиная точно, сколько человеку нужно. Она формирует его потребность, да? Потому что иногда люди звонят, говорят, мне нужно 20 квадратов, а ему по факту 5 нужно. Ну да, мы трудно представляем пространственное воображение или что-то еще. Это нормально. А скажите, а что вы рекламируете? Вот у вас же есть какая-то реклама, и что в рекламе написано? Мы храним ваши вещи. То есть мы специализированный склад, построенный для того, чтобы качественно хранить ваши вещи. Классно. Тогда получается, что реализуя вот эту потребность человека, ваш администратор и ваша команда должны четко понимать и идентифицировать вот эту потребность человека и полностью ей соответствовать, да? То есть быть удобными, чистыми, как мы и все остальное говорим. И вот в какой момент вам пришло понимание, что вот команда и люди, которые работают в ней, являются самым главным инструментом, по сути-то, продаж? Когда я только пришла в компанию, и то же самое, когда я работала в других компаниях. Что вы сделали первым делом? Вот какое ваше было первое решение в складовке 5 лет назад? Ничего не трогать. Пока я до конца ни с чем не разберусь. Я считаю, что это самое главное. Что-либо трогать можно только после того, как ты с чем-то разобрался, да? Второй момент. Мы стали двигаться путем стандартизации, потому что сетка не может работать без стандартов. Кто придумывал стандарты? Я придумывала, моя команда придумывала, коллеги… Сколько у вас руководителей минус один? Четыре. Это ваши соратники, да? Да, это мои соратники. Как часто вы с ними общаетесь? Ежедневно. Ежедневно, да? Конечно. То есть вот именно эти люди, которые потом туда дальше транслируют? Они транслируют, они создают, потому что, например, у нас есть служба персонала, у нас есть учебный центр, у нас есть служба качества, у нас есть отдел маркетинга. Вы мне сказали, что 80 человек работают в компании, да? Да. Это уже достаточно много для российского бизнеса. Я считаю, что это уже крупная компания. Ну, мы не маленькие. У вас всё белое, зарплата белая, всё. А вы тоже гордитесь этим? Да, я горжусь тем, что наши люди всегда вовремя получают зарплату, мы выплачиваем все больничные листы, и то есть у людей есть эта социальная защищённость. Потому что я не верю в то, что если ты просишь от людей качественного отношения к своей работе, ты можешь не выполнять свои какие-то гарантии перед людьми, да? Потому что цена слова, она очень важна. Абсолютно точно. А вот после вот этих руководителей минус один ещё есть уровень руководителей? Да, это есть руководители филиалов. У нас на каждом филиале есть руководитель филиала, который ответственен за то, что происходит непосредственно. Но после них уже всё сотрудники? А, уже сотрудники. То есть, получается, раз, вы, два – это ваши топы, и три – это менеджмент. И вот для всех них вы когда-то создали и подумали, что нужна некая унификация управленческих процедур. Да. Почему? А как по-другому? Не знаю, я вот спрашиваю, почему? Ну, я, скажем так, я, может быть, я не шива, и есть коллеги, которые шивы и могут иметь в прямом подчинении… Вы имеете в виду, что большинство делаешь сам, да? Восемьдесят человек иметь в прямом подчинении. То есть, я за то, чтобы использовать управленческие технологии и управлять по ролям, как бы, да, а не по персоналиям. Тем более, ну, почему, то есть, есть 8 филиалов, да, они стандартные, и на них должны быть стандартные вещи. И клиент, который пришёл с одного филиала на другое, есть клиенты, которые выбирают на тот филиал ему поехать или на другой филиал поехать. Бывает такое, что он побыл в одном, потом в другом, и говорит, я хочу туда, там, да? Да, да. И ему везде должно быть удобно, комфортно. И стандартизировано, да? Да, конечно, конечно. Как вы это добиваетесь? Вот лично вы, вот как много времени инвестируете в работу с командой? Наверное, всё моё время инвестировано в работу с командой. То есть, я, наверное, из тех руководителей, которые не производят так называемых прямых результатов, я в этом вопросе сторонница очень большая Александра Фридмана о том, что управленец должен управлять. Ну, у Александра Фридмана есть и другие, не очень, на мой взгляд, добрые вещи, как эксплуатация подчинённых и всё остальное. Ну, оно в хорошем смысле. И те вещи, когда ты сам, я всегда говорю, вот когда происходит какая-то ситуация, надо всегда честно разбираться, кто ответственен. Сотрудник не сделал, потому что ты, как менеджер, не простроил какие-то схемы, какие-то планы. 90% руководитель ответственный. Даже в 99% я считаю. Тогда имей смелость признавать свою ошибку и исправляй. Потому что, когда у нас случается какая-то ситуация, да, мы садимся нашей рабочей группой, которая участвует, им говорим, стоп. Я говорю, виновного мы сделать успеем всегда. Но давайте, пожалуйста, разберёмся, где, в каком этапе у нас что-то пошло не так. Только так мы можем расти, только так мы можем исправлять свои ошибки. Какую модель управления вы строите? Что для вас идеальная модель управления вашей компании через 2-3 года, 5 лет, я не знаю, пофантазирую? Идеальная в плане людей, идеальная в плане… С точки зрения управленческой модели, вот что вы хотите? Например, на прошлой неделе у меня здесь была Екатерина Леонтьева, она построила бирюзовую организацию. Другие компании, например, жёсткая иерархия менеджмента. Третьи там хотят минимально участвовать в процессе, всё отдают непосредственно вот топом, остальные там отдают туда. Всё зависит от того, что вы строите, какую модель управления? Я, наверное, сейчас строю ту модель управления, когда средний менеджмент достаточно высокопрофессионален для того, чтобы делать свою работу. Тем самым у меня развязываются руки и время у высшего менеджмента заниматься глубже стратегиями и развитием. Потому что если твой средний менеджмент требует от тебя очень много времени, обучения и прочих-прочих вещей, ты теряешь в каких-то других направлениях. То есть время – это всё равно продукт конечный. Окей. Сейчас время такое замечательное, когда все компании формируют бюджет на следующий год. Как у вас построен этот процесс? Креативность? Вот, например, с эту субботу с Ксенией у меня была стратегическая сессия, мы с одной компанией, поступил заказ от них, он мне попросил собственник сделать так, чтобы мои люди не боялись смелых планов. И вот мы два дня фактически старались сделать так, чтобы не бояться. Как вы, вот с чего у вас начинается, с каких посылов вы начинаете формирование бюджета следующего года? Я не очень понимаю, что такое смелые планы. Я всегда за то, что физика не врет, и любые планы, понимаете, должны основываться на неких физических данных, либо каких-то конкретных предпосылках, которые должны быть реализованы. Ну, например, смелые – это значит не 10% плюс к прошлому году, а нечто большее основано не просто на экстраполяции старых данных, а на анализе рынка, на предположения, на внедрение новых продуктов, на анализе потребительских предпочтений. Когда начинают руководители, вот эта ваша команда, маленькая кучка, помните, как у Ленина, малая кучка, да, вот топов, они говорят, слушай, а мы ведь можем это, ведь можем это, мы можем то. Все это можно, да, то есть я просто, я для себя не очень понимаю, там, смелые и несмелые, да, то есть в моем понимании это просто. Акционеры сказали о том, что рост должен быть такой-то, ты не говоришь ни да, ни нет, ты приходишь, садишься и смотришь физику, да, что тебе дают, говорят, твои производственные мощности, что тебе говорит твое конкурентное преимущество, да, что говорит окружение. То есть для этого есть очень много факторов, которые ты проанализируешь. А вы такое, что акционеры сказали, вы поанализируете, сказали, а вы им отвечаете, мало попросили, можем больше сделать. Я всегда за то, что если ты можешь дать больше, дай. Классно. То есть я за очень честные партнерские отношения с акционерами, потому что только так можно вести честный диалог. Окей, посмотрели. Значит, команда должна быть сформирована из профессионалов и из тех людей, которые соответствуют ценностям компании. На протяжении достаточно длительного времени формируется некая корпоративная культура. Топы и вы должны быть сосредоточены в большей степени на стратегии, на развитии, на обдумывании перспектив развития бизнеса, а миддл-менеджмент должен полностью закрывать всю операционку. Да. Как таких людей вырастить? Вот именно вот эти регулярные управленческие… Вот этим я сейчас и занимаюсь. Что это такое регулярные управленческие процедуры? Из каких они процедур состоят? Скажем так, если мы возьмем до уровня среднего менеджмента, до моих заместителей… Минус два. Минус два. У администраторов все достаточно стандартизировано. То есть первые, кого мы стандартизировали и все прописали, это были администраторы. Вплоть до того, что есть технология продаж со скриптами, есть методологические материалы, которыми администратор разговаривает с клиентом, есть папки документов, где какой отчет, что ты должен сделать по разным вопросам, есть форматы обратной связи, которые частота, с которой человек получает ее. Сейчас то, что мы занимаемся в нашем учебном центре, которое отдельная моя гордость на самом деле, мы занимаемся тем, что мы пишем книгу о том, как управлять филиалом. Это книга, которая будет для управляющего. Потому что я не думаю, что это только моя проблема, это проблема в целом любой розницы, а как сделать так, чтобы руководитель твоего филиала делал то, что тебе надо. В большинстве банков существуют подобные книги, я потом поделюсь с вами идеями, но я видел много таких книг руководителя филиала, там все прописано. Это проблема всего рынка, когда средний менеджмент, к сожалению, не всегда делает то, что ты хочешь. Точно. И нам все время кажется, что только потому, что ты поставил его руководителем филиала, он сам все должен знать и придумать тебе, как он это сделает. Нет, чудес на свете не бывает. Если не дала, как бы глупо спрашивать. Поэтому уже накопился достаточно большой пол материалов, и сейчас мы занимаемся тем, что мы сводим эту книгу, я надеюсь, в следующем году она будет. Будет интересно на нее взглянуть. С удовольствием покажу, но эта книга не только какая-то, скажем так, управленческая блажь, может быть, или игрушка. На самом деле это стратегический инструмент, который позволяет компании масштабироваться. Мне кажется, неплохо было бы увидеть в следующем году в книжных магазинах книгу Оксаны Телегиной, книгу директора филиала. Почему нет, собственно говоря? Может быть, может быть, дай бог. И что там будет? Вот какие сегодня структуры этой книги какова? Структура этой книги такова, что вот есть человек, приходит, мы выбрали его по каким-то предыдущим профессиональным компетенциям, по личным качествам, мы говорим, здравствуйте, Маша, вот вам филиал. Открываю эту книгу, Маша. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вот управляйте, пожалуйста, вот сделайте мне чудо. Напомню, что еще зарплату здесь платят. Да, 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 там зарплату два раза в месяц я вам официально перечислю, но сделайте мне с этим домиком чудо. До вас была другая Маша, она вот не смогла, а вот вы сделаете. Но, к сожалению, чудо не бывает. Из чего она состоит? Она состоит из следующих разделов. А что есть технология продаж на филиале? Что есть работа с технологией по взаимодействию с клиентом? Что есть технология управления персоналом? Что есть работа управления с технической службой, которая есть на филиале? Она для филиала крайне важна. А как ты взаимодействуешь с финансовыми службами компании? А как ты осуществляешь контроль за продажей доп. услуг? Как ты работаешь с должниками? Супер! То есть, по сути, все проблемные области, которые когда-либо возникали, вы их подаете. А как вы их… Достаточно ли просто дать книгу, чтобы он прочел, или все-таки как раз учебный центр служит… Учебный центр. То есть, это будет база… Только некий MBA ваш внутренний. Да. Это будет база, по которой будет разработан учебный курс. Это невозможно дать за месяц. Если у нас администратор, средний срок обучения администратора для складовки – это 3 месяца, здесь примерно такой же срок обучения будет. То есть, каждый руководитель своего направления будет давать эту информацию. То есть, помимо книги… То есть, почему мне сейчас проще писать эту книгу? Потому что у меня уже выстроены точки контроля, которые позволяют контролировать эти показатели. Мне осталось только человеку все рассказать. То есть, сейчас его просто контролируют. Ну, если берем со стороны, но это нечестно, это неправильно по отношению к сотруднику. Он должен увидеть формат конечного результата, а не только зону контроля. И вот тогда получается очень красивое результативное взаимодействие. Интересно, формат конечного результата. А как вы его передаете? Через что? Ну, то есть, допустим, целевые показатели, степень удовлетворенности его персонала. Да, через критерии. То есть, я не очень люблю в описании прилагательные, если мы не описываем там какие-то картинки или что-то еще. То есть, человек четко должен понимать, к чему ему идти, когда он считается хорошим, когда он считается плохим. Это очень важно для руководителя. А какая система нематериальной мотивации существует в компании? Что вы делаете из того, что не за деньги? То, что не за деньги. У нас два корпоратива в год. Почему два? Два, но как китайский, новый год и русский. Нет. Это всегда очень красивый корпоратив на Новый год и летний корпоратив на день рождения компании. Вне зависимости, кризис, не кризис. Все равно. Наши акционеры... Бесплатно для сотрудников. Бесплатно для сотрудников. Наши акционеры никогда не урезали этот бюджет, прекрасно понимая важность этих вещей для сотрудников. Алкоголь, все включено. Это очень красивые праздники с выступлениями. То есть, это не просто там... Это не посиделки в офисе. А это прям действие, экшн, да? Это ресторан, это красивые платья, девочки все наряжаются, а мальчики все красивые, ведущие, музыка. Это потрясающие праздники. Это обязательно какое-то красивое место, это огромный зал. То есть, зал снимается не меньше, чем на 100 человек. То есть, это действительно делается праздник для людей. Топы могут прийти с семьями? А единственное, наверное, у нас нюанс, что у нас все без семей. Без семей. То есть, это такое, скажем так... Именно для работы. Для работы, для того, потому что 8 филиалов, иногда бывают не все знакомы друг с другом. И вот это то время, когда люди знакомятся, перемешаются. Это такая интересная энергия в этот момент происходит. Все знакомятся, фотографируются, остаются фотографии. Какие-то награды на лучший сотрудник. Обязательно. А летний корпоратив, я стараюсь не делать каких-то... Не делать его, может быть, столь официозным. А вот на зимнем празднике мы обязательно отмечаем всех людей, которые в этом году достигли... Какие номинации существуют в компании? Знаете, они каждый раз разные. Я не люблю... По прошлому году что было интересное? По прошлому году. По прошлому году мы вели такую практику, наверное, первый раз. Мы приглашали на сцену сотрудников, которые пришли в нашу компанию в этом году. Ого! И чтобы они поделились впечатлениями. Чтобы они поделились впечатлениями, чтобы все на них посмотрели. Потому что они часть компаний. Вот вся компания здесь. Да, вот они встали, они поделились. Что говорили люди? Люди говорили, на самом деле, очень такие трепетные, очень теплые вещи о том, что они рады, о том, что они очень удивлены, что они не отработали еще год, а их уже пригласили. О том, как для них это важно, что они часть большой такой серьезной, сильной компании. То есть для людей ведь важно чувствовать защищенность, не быть просто винтиком внутри какой-то там системы. Приведу пример. Я рассказал о том, что мы сейчас в компании на Вине делаем сессии стратегические в области ценностей. И вот в том числе команда топов придумала ценность безопасность. И безопасность они на сессии, безопасность – это отсутствие рисков. Когда мы спросили всех людей в компании, знаете, что они сказали? Они в первую очередь подумали о личной безопасности, о том, чтобы человек чувствовался защищенным. Не то, что это бизнес. И тогда мы трансформировали это в безопасность, это создание личной безопасности для осуществления безопасности бизнеса. И тогда люди, для меня это было открытием, что люди в понятие безопасность вкладывают в свою личную защиту какую-то. Не в смысле от физическую защиту, а защиту себя. Базовая потребность, как по пирамиде Маслоу. Это базовая потребность. Ты никогда не будешь вкладываться в то место, внутри которого тебе небезопасно. Небезопасно. Что тебе ненадёжно, что тебе некомфортно. Вот. У нас два таких потрясающих праздника. Мы обязательно в центральном офисе празднуем 23 февраля. Собираются все девочки и мальчики. Это всегда будет все праздник. Восьмое марта. Обязательно восьмое марта. Мы обязательно празднуем день рождения нашего управляющего партнера Матвеева Павла Борисовича. Это из таких вот. А как вы поздравляете друг друга с днём рождения? Как мы поздравляем? У нас обязательно с дна год заказаны корпоративные подарки, одинаковые для всех, чтобы никому не было обидно. Если это день рождения на филиале, то управляющий филиала приезжает в офис и берёт этот подарочек, весь филиал поздравляет. Если это сотрудник центрального офиса, мы собираемся все таким большим кругом и говорим тёплые слова этому человеку. Мне очень нравится вот эта часть нашей корпоративной культуры. И человек обязательно заказывает либо пиццу, либо пирожки какие-то. Это всё очень мило, очень душевно. Всё это является как раз этим цементом, который скрепляет коллектив. Ведь казалось бы, менеджмент – это не высочайшие технологии, написанные докторами наук. Менеджмент – это ежедневные отношения человека с человеком. Вообще, вы знаете, я вот чем больше занимаюсь менеджментом, а уже последние, как и вы, собственно, уже больше 20 лет, я понимаю, что это всё-таки больше всего психология. И психология такая, основная на изучении группы, взаимодействии коллективных образов поведения, мышления. И, конечно, это в первую очередь не руководитель подчинённый, а человек-человек. Если ты понимаешь, что перед тобой человек, то он может быть сегодня в хорошем настроении, а может быть в плохом. Плохой вызван не тем, что у него, например, что-то по работе, а у него ботинок жмёт. Он будет стоять и думать только об этом. Ведь мы люди. Я всегда говорю, что нет в этой кнопке переключения робот, ты не робот. Как вам удаётся находить вот это вот, такой человеческий подход, всё время проявлять? Что, может быть, у вас был хороший наставник? Откуда вы взяли в себе вот это отношение к людям? Ну, на самом деле я не сразу к этому пришла, если честно. И ещё, наверное, 10 лет тому назад я была в формат достаточно жёсткого менеджмента. Даже если вы сейчас, наверное, спросите моих коллег или, допустим, коллег по рынку, меня не назовут мягким человеком. Но я всегда за честность. Вот в чём момент, да. Я всегда за то, что, за понимание. Я могу понять какую-то вещь, которая действительно случилась. Но я не люблю, когда мною манипулируют. И когда я использую, иногда людям это тоже свойственно. И я стараюсь это очень сразу и честно пресекать. За счёт того, что, наверное, может быть, я уже работаю в компании давно, и люди уже привыкли. Люди знают, что с любой проблемой, которая у них есть, они могут ко мне прийти и сказать, Оксана, у меня такая проблема, не могли бы вы мне помочь? Вы открыты для всех. То есть любой человек может прийти в кабинет, постучать, спросить. Да, единственное, ты, скорее всего, не сможешь зайти просто так. Не потому, что я такая через секретаря. У меня просто очень жёстко расписан график встреч. Если у меня есть эти 5 минут, я решу тебя возьму. Даже если я предовой сотрудник, и я не хочу разговаривать со своим руководителем и не с вашим топом. Я хочу с вами поговорить. Есть у меня такая возможность, как у сотрудника? Да, конечно. Ты можешь мне позвонить, у всех мой мобильный телефон выложен везде, как я всегда говорю, наверное, даже кошка знает о том, что… Честно сказать, я не могу сказать, чтобы как-то так звонили, потому что я вообще люблю профилактику конфликтов, если честно. Я человек ленивый, я не люблю решать уже сложившиеся проблемы, я за то, чтобы решить заранее. А все эти нагнетающиеся какие-то вопросы, они видны заранее. А во-вторых, это же когда ты даже подбирая людей, ты заранее либо создаёшь себе массу проблем, либо ты их убираешь у себя. Я уже 5 лет с ними, я знаю, я прекрасно понимаю, что чего от кого ожидать. Но если у кого-то что-то случилось в жизни, они прекрасно понимают, они могут позвонить мне в 12 часов ночи и сказать, Оксана, у меня там вот такая-то проблема. Кстати, когда что-то случается, может быть, добрая-недобрая компания как-то старается помочь человеку? Есть ситуации, когда да, есть ситуации, когда это не та степень. Это просто слишком личные ситуации каждого человека, поэтому тут я бы не... Но в принципе всё рассматриваю, стандартов каких-то таких нет, что там... Я не люблю шаблоны, когда речь касается человеческой беды. Я очень люблю стандарты, когда они касаются работы, потому что они очень сильно упрощают нам жизнь, но человеческая беда, она всегда требует некого отдельного подхода. Как вам удаётся вот это своё отношение? Я понимаю, что вы, да, ну я чувствую от вас энергетику, отношение к людям, вам тоже. Вы знаете, ещё мне очень нравится, что вот понятие жёсткости, я понимаю, о чём вы говорите, вы говорите не о той жёсткости, что вы железная леди, а жёсткости с точки зрения результатов и поставленной цели и задач. Жёсткость вовсе не в отношении, что вы прошли мимо с холодным взглядом, посмотрели на... Нет-нет, я не про это, мы понимаем о чём. Но большинство руководителей как раз минус один, минус два считают, что их авторитет, он начинается именно с этой жёсткости. В оставшиеся три минуты, как я говорил, что время пролетит незаметно. Дайте секрет создания управленческой команды, которая направлена на получение результата без жёсткости к отношению к человеку. Набирайте правильных людей, будьте честными по отношению к этим людям, будьте честными по отношению к себе и развивайте своё профессиональное мастерство как управленца. Большое спасибо. Нас смотрят абсолютно все люди с разных уголков страны. Возможно, кто-то захочет открыть подобный бизнес у вас. Я уверен, что вы сможете и помочь, и подсказать. Конечно. Мы все открыты. Коллеги, это был прекрасный эфир. Подведу маленькие итоги. Давайте вместе. Итак, с чего начинается команда? В первую очередь с себя. С себя. Всегда. Всегда начинается с себя. Ты сам должен определиться, если ты пришёл на позицию руководителя или собственника, ты должен знать, куда тебе вести команду. Стратегия. Когда ты говоришь о своём бизнесе, ты проговоришь важные вещи. Например, то, что для тебя важно, что будет ключевыми аспектами, ценности, как бы некие внутренние. Пусть написанные, пусть не написанные, транслируемые, но как можно проверить, есть в компании ценности или нет, спросить сотрудников, что для вас важно. А ещё лучше посмотреть, что они делают. Супер. То есть, действие, по большому счёту, является, в результате каждого действия, если поскрести, там будут ценности. Как они себя ведут, такие ценности в компании. Дальше. Окружить себя людьми, которые с вами в едином ключе, находясь на одной волне. Даже если они профессионалы, но они не соответствуют вашему внутреннему «я», лучше таких людей, наверное, не брать, потому что изменить человека нельзя. Но они не должны быть вашей копией. Точно. Но они должны соответствовать некому вашему внутреннему миру. Вам с ними должно быть хорошо. Должно быть хорошо, должны быть одинаковые ценности, но с точки зрения не надо брать себе подобных, иначе не будет вот этой разницы цветов внутри команды. Да, люди должны быть все разные. Даже пусть они сильнее в чём-то профессионального вас, будет чему у вас поучиться. Следующий уровень руководителей должен быть максимально решать все операционные задачи, чтобы не отвлекать топов и давать, наоборот, топам возможность развития бизнеса заниматься этим, а уже на уровне сотрудников давать максимальные полномочия в области решения клиентского сервиса и стараться максимально стандартизировать все услуги и весь сервис, который находится. В формате формируем конечный результат, обучаем, объясняем как и контролируем. Да, и самое главное, всё это пронизываем свободными каналами обратной связи, чтобы информация ходила очень сложно. Супер, мы создаём каналы обратной связи от сотрудника к своему руководителя, от его руководителя к топу и к вам. А в принципе есть прямой… И ещё клиентов не забываем, с клиентами нужны такие же открытые, свободные каналы связи. То есть любой клиент и вам тоже может позвонить, в принципе, если захочет. Любой клиент может мне позвонить. Более того, у нас на сайте есть такая кнопочка «Оставить жалобу», я вижу каждую жалобу, оставленную нашим клиентам. Это была Оксана Телегина, генеральный директор ООО «Складовка». Спасибо большое, Оксана, тебе было очень приятно. Надеюсь, что те люди, которые общаются с вами, получают максимальное удовольствие и решают все свои задачи. Надеюсь. Спасибо. До следующих встреч. Пока. Это был Роман Дусенко и программа «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова